Друзья, всем большой привет! С вами Василий Иванович Блокин Мичталин и Виталий Декабрёв. И сегодня в нашем сюжете речь пойдет про перцы, вот про эти самые красавцы. Поэтому-то я и приехал на опытную площадку агрофирмы Партнёр, чтобы собственными глазами убедиться и проверить, как они растут, в каком состоянии. Ну, я впечатлен, конечно. Я очень рад, когда приезжает ко мне Виталий, потому что он действительно всегда очень дотошно оценивает наш урожай. Я надеюсь, что сегодняшний урожай перца, Виталий, вас не огорчит. Я сегодня не просто буду смотреть, как он выглядит, но и надеюсь его попробовать. Мы сегодня поговорим о новинках перца сладкого, как его еще называют, болгарского перца от агрофирмы Партнёр. Первая новинка – это крупноплодный, очень насыщенно ярко-желтого цвета перец, который называется Гороспел. Гороспел мы его назвали, потому что он яркий, желтый, и, как вы догадались по названию, он довольно-таки ранний, несмотря на то, что он ламую. Ламую – это тип перца, который, скажем так, кубовидный, но вытянутый кубовидный. Он и называется ламую. Обычно такие крупные перцы, они довольно-таки поздние. Поздние, да. Но в нашем случае вы можете видеть, что уже не первый урожай мы собрали, и перец вовсю плодоносит в августе месяце. Василий Иванович, а я вам могу сказать, что я же выращивал рассаду этого замечательного перчика, уж очень мне хотелось его попробовать, посадить на своем участке, именно вот самому, да, поставить вот этот эксперимент. Ну, оставил у мамы на даче в Самаре. Приезжал, как раз с проверкой, можно так сказать, и срезал два перчика. Я, конечно, поразился размерами. Я им не дал дозреть до биологической спелости. Срезал их зелеными. Ну, просто вес гигантский. Сегодня мы обязательно взвесим перец Гороспел. Виталий, посмотрите, вот один из кустов этого перца. Куст, на мой взгляд, просто увешан плодами, и вы помните, что у нас была международная выставка, да, «Цветы и город» недавно. Как же ее забыть? Столько народу к нам пришло. Которая проходила на ВДНХ в Москве, и мы уже производили сбор, и причем собирали дважды. То есть, на нижних ярусах были еще перчики, и был коронный перец. Я здесь не убирал коронный цветок, и коронный мы как раз забрали, собственно говоря, на душе. Многие как раз и говорят, даже спорят, дескать, перцы можно не формировать. Но вот я считаю, что если перцы не формировать, получаются они мелкие. Но опять-таки говорят, если сформируешь, то перцев мало. Друзья, вот, пожалуйста, результаты. Мы всегда показываем эти результаты в программе. С такого формированного куста можно собирать три урожая. Да, перец, конечно, лучше формировать. Особенно, если мы выращиваем ламую, да. Если мы выращиваем, конечно, какие-то конусовидные, мы сегодня о них поговорим. Как веста, например. Да, как веста, как ригор, очень интересные перцы. То здесь можно немножечко халатно отнестись в случае, если вы выращиваете, скажем, в открытом грунте, как коловая культура. Но если мы выращиваем крупноплодные перцы ламуя, я рекомендую все-таки отнестись с уважением к этим семенам, к этим растениям. Потому что все-таки семена дорогие и растения требуют ухода. Но зато, дорогие друзья, вы получите вот такой замечательный урожай, как получал Виталий в Самаре. И, несмотря на то, что мы в Московской области, а не в Самаре, перец себя показывает не хуже, чем в солнечном городке под названием Самара. Вот теперь я понимаю вот это вот значение солнечный городок, потому что в Москве настолько его мало. Да. Итак, перчик мы отсюда один срезаем для того, чтобы с вами сегодня его продегустировать и взвесить. С удовольствием. Виталий, а как вы относитесь к конусовидным перцам? Я отлично. Перчик, который идет на конус. Отлично отношусь. И эти перцы в основном ранние, раннеспелые. А ведь летом вот так хочется побыстрее попробовать уже плоды своего труда, что вот пусть он даже будет не очень крупный, но вкусный и красивый. Но самое главное, перед вами сейчас перец Регор. Он толстостенный, стенка может быть больше сантиметра. Несмотря на то, что они такие малыши, Регор отличается своей раннеспелостью, толстой-толстой стенкой. И, конечно, мы здесь провели уже два сбора. И, посмотрите, перец в августе еще продолжает краснеть. В августе конец августа. Уже, можно сказать, сентябрь на нас. Удренняя остается. Я очнулся сентябрь через два дня. Помните, как в этом мультике про домовенка Кузи? Вот я так же очнулся. Чувствую. Вес у него, конечно, да? Вес, да, очень приличный. Попробуем. И чем он хорош? Вот его я обычно беру, срезаю, убираю семена полностью, упаковываю друг в дружечку и в морозильную камеру, в ларь. Все, он у меня лежит. Я потом могу доставать. Зимой фаршируй. И зимой фаршировать. Класс, класс. Ага, удобный. Перчик именно для этих целей. На мой взгляд, на 2019-2020 год из новинок, это перец номер один, который просто обязательно нужно взять ручки и листочки и записать. Называется он Регор. Спрашивайте в магазинах вашего города. Заходите к нам в интернет-магазин семенапартнер.ру. Посмотрите подробные его фотографии. Мы сделали в поперечном разрезе, в продольном. Ну и мы кладем с собой с Виталием в корзину. Да. И обязательно его продегустируем. Пару перчиков обязательно. Вот когда перец в голову, начинаешь пугаться. Куда девать урожай? Этот перец занимает лидирующее, наверное, положение среди ассортимента перцев по графирме «Партнер». Это перец «Ламуя». Это очень крупный перец. Как раз это форма «Ламуя», как я рассказывал в начале передачи. Так и назвали мы его «Ламуя». Это красный, толстостенный, крупноплодный перец. Размеров может достигать невероятных. Посмотрите, он больше моей руки намного. Толщину стенки мы сегодня обязательно замерим. Попробуем его на вкус. Перец среднеспелый. Через 105-110 дней он отдает свой урожай. Схема посадки этого перца должна быть не загущена. То есть, три растения на квадратный метр – это максимум, потому что у него довольно-таки большая корневая система. Такие гиганты же нужно выносить, чтобы плоды наливались. Ну и, естественно, подформки должны быть хорошие, чтобы получить вот такой урожай. Да и высота перчика. Вот сейчас вот наш оператор покажет, как он выглядит. И это, наверное, еще не самый высокий, да, у вас экземпляр в теплице? Это совершенно не самый высокий экземпляр, поэтому возьмите себе на заметку перец ламую. Более подробно мы о нем сейчас расскажем в нашей студии, где мы будем разрезать. Ну и, конечно, плавно сламую я предлагаю перейти к одному из самых необычных перцев, который имеет замечательную удлиненную форму. Эта форма называется капия. И этот перец мы назвали лосанта. Вот она, форма капия. Это просто что-то невероятное, потрясающее. Я хочу сказать, Василий Иванович, сейчас, наверное, благодаря вам, в том числе, вот такие перцы набирают бешеную популярность, потому что с ними удобно работать, и они незаменимы на барбекю цельноплодными. Да, на барбекю это просто сказка. Перец, повторюсь, называется лосанта. Возьмите ручки, бумажки, запишите. Этот перец очень вкусный. Он очень интересной формы, как вы убедились, урожайный. При схеме посадки 3, даже можно 3,5 растения на квадратный метр, урожайность этих красавцев вас будет радовать практически весь огородный сезон. Ну как, урожайность в Италии? Да, вообще шикарный. Вот как раз его-то все и спрашивают. Цвет красивый, очень насыщенный. Название у него – Корна де Тора. Если очень серьезное солнце, как сейчас, нас радует, то тогда он немножечко может уходить в оранжевый цвет. Да, это все, как говорится, работа нашего солнышка. Урожайность здесь очень приличная. Вкусовые качества мы сейчас попробуем, они замечательные. Перец в открытом грунте. Пожалуйста, обратите внимание, что это открытый грунт. Вот рекомендуйте, Василий Иванович, вот такие дуги. Ведь смотрите, как просто сделано. Вот они дуги, вот соединительные элементы. И сами дуги, металлическую трубу квадратную вставлены. При желании можно все легко убрать. Вообще, конечно, вы генератор всевозможных дачных лайфхаков на своем участке. И об этом обязательно надо рассказывать на нашем канале, если на партнерах. Ну что, перейдем к дегустации? Да, с удовольствием. Итак, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Виталий, вы готовы приступить? Я всегда готов. Перец гороспел. Давайте-ка посмотрим. Да, давайте. Значит, перец гороспел, напоминаю, этот тип перца называется ламуя. То есть, он вытянутый, кубовидный. Перец увесистый. Он хорош тем, что у него интересный цвет. Он такой желто-оранжевого цвета. И, конечно, я уверен, что вам, дорогие друзья, понравится и вес. Потому что вес составляет 328 грамм. Ничего себе. Давайте вот этот еще взвесим. Мне кажется, вот этот даже потяжелее. 356. Вот так вот. Хороший показатель. Давайте посмотрим, каков же гороспел в разрезе. Давайте. Итак, режем. Ой, как по маслу, Виталий, а? Ага. Рызкая. О-о-о. Класс вообще. А? Супер. Вот это я понимаю. Вот здесь стеночка-то точно сантиметр. А вот здесь еще и побольше. Сантиметр минимум, а здесь все и сантиметр, где-то, наверное, и 12 миллиметров. 12 миллиметров. Так, ну что, вкус надо попробовать, да? Да, давайте-ка. Я думаю, вы будете в этом году первым. Так что, да, я его вырастил, но он у меня не дозрел. Запах. Слушайте, да он сладкий-пресладкий перец. Вообще, я всегда предпочитал больше красные перцы, потому что они мне казались слаще. Я могу себе представить, какой лечо получается вот из этого. Не можете. Вот когда я сделаю, я вас угощу. Мы обязательно продегустируем. Вот теперь буду ждать Новый год. Запах. Вот он, запах лета, да, Виталик? Итак, следующий у нас. Рыгор. Рыгор. Напоминаю, перец рыгор. Чем хорош? Посмотрите, какой конус. Перец конусовинный. У него будет очень толстая стеночка, я вам обещаю. И самое главное его преимущество, он раннеспелый. Режем? Жалко, конечно, но режем. А для того и растили. Ну, посмотрите, для конуса эта стенка просто мечта, мечта любой хозяйки. Сколько здесь? Сантиметр точно есть? Есть. Так при этом это раннеспелый перец. И обратите внимание, Виталий, на цвет. Почему я к этому перцу такое внимание заостряю? Потому что цвет насыщенно красный. Мне кажется, вы как раз такое любите. Очень люблю, да. Давайте даю пробовать. Слушайте, очень необычный вкус, кстати. Какие-то фруктовые нотки у него, да? Да еще, пожалуй. Надо. Если вы смотрите зимой нашу передачу, не огорчайтесь на нас с Виталием. Да. Мы не специально. В общем, просто приобретайте семена заранее. Как обычно, в сезон их не останется. Ребята, это что-то вообще потрясающее. Классный перец. Ну, кстати, обычно ранние сорта не вот прям такие вкусные. И этот же бомбический, я так называю. Ну что, Регор тоже рекомендуем. Запишите Регор, спрашивайте в магазинах вашего города и на официальном сайте компании-партнер семенапартнер.ру. Через дефис. Это, дорогие друзья, ламуё. Хорош? Ничего слова. Виталий, перец называется с голову размером. Да? С хорошую голову. Ну, если с хорошую, то это с вашей. Ладно. Взвешиваем. Прямую неприкрытую лесть. Мы, кстати, Регор не взвесили. Слушайте, ну у нас есть еще Регор. Да, действительно, что-то прям так хотел. Регор взвесил. Не терпел уж попробовать, что не взвесили. 172 грамма. Класс. Класс. Супер. Но все-таки ламую. Чувствует мое сердечко побольше весит. Готовы? Обнуляем весы. Барабанная дробь. 613 грамм. 613 грамм. Ну, это монстр. Просто перечный монстр. Дорогие друзья, я передаю Виталию нож. О, спасибо. Это прям даже как-то волнительно очень. Да, вот даже если три перца таких у вас созреет на кусте, и то уже результат. Кстати, обязательно нож побольше берите. Такой сочный. Запах. Слушайте, да? Я думаю, это прорыв. Стеночка какая. Ну, здесь почти 2 сантиметра. Да, да, да. Вместе, реально. Ну, полтора это прям железно. Это просто, конечно, вообще шикардос. Семян мало. Одна мякоть. Кстати, семяна у нас мало, поэтому заранее делайте заказы. Это да. Вот я-то точно заранее закажу. Ну, что, режем? Режем. Режьте. Слушайте, ну вот на стол, да? Вот не стыдно подать костям. Как вам? Кусочек. Ну, нежный какой. Вот правда вкусный. Прям нежный. Пожалуй, по мне, если ставить оценку вкуса, сейчас, несмотря на свой размер, огромный лидер по вкусу, да? Да. Мне очень понравился рыгор по вкусу. У него вот реально какие-то такие тропические, цветочные и ягодные нотки были. Ну, может, я, конечно, сейчас напридумывал себе в своей голове, но он мне понравился по вкусу. А этот прям такой классический сладкий перец. Ну, я хочу сказать, что я вот ем второй кусок, я уже наедаюсь прямо. Конечно, тут масса такая. Запишите себе ламуя. Не пожалеете на 100%. Не стыдно предложить вам такой перец. Ну, у меня уже врезался название в память, поэтому... Ну, что, корна де тора? Да, вот интересно его попробовать. Самый перец, который мы называем желтая капия, который очень похож на лосанту, но желтого цвета, название у него корна де тора. Давайте мы сейчас с Виталием взвесим. Ну-ка. Ух, почти 200 грамм. Ничего себе. 200 грамм, вот это, мне кажется, даже будет потяжелее. Почти 250 грамм. По нему видно. Ну, тут дело-то, наверное, даже не в размере, а в удобстве этого перчика и в толстостенности. И в количестве. Да, количества много. Давайте вот этот вот разрежем. Разрежем. Попробуем. Опа. 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 Ну что, отлично. Отлично. Аромат. А давайте вот так вот разрежем, ну-ка. Ну, такими пластинами, да. И на гриль. Да, очень сладкий перец. Ой, очень. Я говорю, я раньше не очень любил оранжевые желтые перцы. У вас же они реально сладкие, вкусные. Я выращивал много лет перец джемини. Всем известный гибрид, но вот эти по вкусовым качествам просто превосходят его в разы. Виталик, понравились наши перцы? Я вам очень благодарен, что вы сегодня меня пригласили, потому что это какое-то действительно гастрономическое удовольствие получилось. Все перцы понравились. Вот, клянусь, честно, руку даю на отсечение. Рекомендую. Покупаем, выращиваем. И наслаждаемся этим замечательным вкусом и пользой таких плодов, которые вы видите на своих экранах. И, конечно, подписываемся на наш канал Семена Партнер, ставим лайки, поддержите наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Да? А мы пока похрустим и подготовимся к съемкам нового сюжета. Желаем здоровья вам и вашим растениям. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok